МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на телеканале «Радость моя». Я постараюсь ответить на ряд вопросов. На наш сайт «Закон Божий» приходит много писем, в которых вы задаете очень интересные, трудные, подчас, как бы сказать, скорбные вопросы. Ну вот, мы постараемся на них ответить. С чем я столкнулся в храме? Вот, к сожалению, проблема существует. Она существует, наверное, многие десятилетия, если не больше. Вот «Рад Божий» Дмитрий нам пишет. «Недавно у моего брата умер сын. Я в своем храме заказал на 40 дней. Службы стараюсь не пропускать и остаюсь на панихиды. Но упокоение на упреставленного Александра услышал только один раз. Будет ли корректно подойти, спросить у батюшки, почему так? Или этого делать не надо? Видите ли, Дмитрий, когда записок много подается, тогда часть записок священник прочитывает про себя. Вот хором поются песнопения, а в это время священник прочитывает эти записки. Так что они прочитываются, но просто не все вслух. Я не думаю, чтобы это было уж очень плохо. Главное, чтобы молитва состоялась, чтобы имя было вспомянуто пред Богом. И более важно, чем произнесение священником имени человека ему незнакомого, это ваша молитва за дорогого для вас человека, который произносится с чувством, с любовью, обращенно к Богу, с мольбой о милости к Нему. Очень хорошо, что вы заказываете службы, подаете на панихиды, на литургию, и верьте, что милостивый Господь слышит вашу молитву, и не только вашу, но и молитву Церкви. В последние несколько месяцев мои друзья и знакомые крестили своих детей. Я столкнулась с такой особенностью, что в одних храмах назначают конкретную цену за крещение, других родители договариваются с священником, а в-третьих, крещение бесплатное, там любезно предлагают просто оставить пожертвование для храма. Насколько правомерно Церкви брать деньги за такую услугу, как крещение ребенка? Как стоит реагировать на это родителям? И еще вопрос. Можно ли крестить ребенка под совершенно другим именем? Видите, Елизавета, вы задрагиваете очень болезненную точку. С одной стороны, Церковь должна иметь какую-то экономическую составляющую, ведь у священников есть семьи и тех, кто служит, не только священники, и певцы, певчи, чтецы, алтарники, уборщицы, масса людей трудятся в храме. И всем им нужно содержать себя и свои семьи. Но назначать таксу за совершение требований – это неправильно. И святейший патриарх об этом неоднократно говорил. И, как показывает практика, в тех храмах, где таксы нет, а просто говорят, да, действительно, сколько можете пожертвовать, столько и пожертвуйте. Эти храмы не становятся беднее других, в которых эта такса как-то навязывается. Потому что наши люди и щедрые, среди них есть люди состоятельные, которые могут положить больше среднего. Так что проблема разрешается. Но вот то, что сложилось на протяжении продолжительного времени, не трудно за короткое время преодолеть. Но проблема такая стоит, и она решается. И надеюсь, что в наших храмах будет принята вот традиция, о которой вы пишете, когда любезно предлагают пожертвовать столько денег, сколько вы можете. Потому что вот иногда приходят люди, которым, ну, совсем, ну, действительно, вот, совсем люди, лишенные достатка, и даже какие-то маленькие деньги заплатить за крещение ребенка для них оказывается непосильным. Ну, и, конечно, мы таких крестим бесплатно. И слава Богу, главное, чтобы вот человек, вот маленький рожденный человечек, пошел в церковную жизнь. А Господь сам ведает, как управить нашу, так сказать, наши финансы. Это... Не об этом надо беспокоиться. А вот что касается, можно ли крестить ребенка по совершенно другим именем, я не понимаю, зачем это делать. Почему-то есть такая странная традиция. Но как это трудно, когда у человека два имени. Одно, которое ему дали в крещение, другое, в котором, вот, он зарегистрирован, там, допустим, в каких-то документах. Зачем? Пусть будет одно имя. Если, вот, еще его не зарегистрировали, так вот, пусть и будет зарегистрирован с именем, которое ему нарекли в крещении. Это гораздо удобнее никакой путаницы. Много раз наблюдал, когда в храме в дни особо упоминовения усопших, родительские субботы, в прихожане, в принесенные наканун продукты, ставят свечки. Нужно ли это делать или не обязательно? Спрашивает раб Божий Алексей. На мой взгляд, это не обязательно. Как-то, может быть, это по аналогии с Пасхой, когда вот знак пасхальной радости в куличи, которые приносят освещать, вот, ставят свечки. Может быть, и здесь опираются на эту традицию. Но вот на Пасху это как-то оправдано. Здесь, ну, люди так считают, ну, и пускай себе делают. Если вы не хотите ставить свечки, не надо. Потому что они могут там упасть, могут там закапать воском вот эти какие-то продукты. Так что это традиция, которая никому и ничему не вредит, но совсем не обязательно ей строго следовать. Сейчас я постараюсь кратко ответить на несколько ваших вопросов. У меня утром упал на полнотельный крестик. Цепочка осталась на шее порванная. Цепочка рвется уже в третий раз. Верить в приметы не хочу. Что мне следует сделать в такой ситуации? Может, молитву специальную прочитать? А мне кажется, Маргарита, либо купить другую цепочку, либо хороший крепкий шнурочек, который не будет рваться и ни о чем не думать. Что может означать, если на могиле родственника пропал крест? Есть подозрение, что его вытащили с определенными намерениями. Какое зло может это принести и что делать в этом случае? Наталья, я думаю, что точно такое же зло, как если кто-то украл у кого-то там хороший телефон или там деньги украл. Да, конечно, вот с такими злобными преступными намерениями вот похищают какие-то нужные вещи, и подчас даже такие, как крест на могиле. И меня удивляют бесстрашие этих людей, как они будут при Богом отвечать, и на том свете они встретятся с человеком, у которого они похитили его надгробный крест. Что они ему скажут? Можно ли читать часы и часослова дома? Да, Татьяна, конечно, можно читать. Можно ли в храме во время богослужения стоять рядом с мужем? Недавно в храме нам сделали замечание, что мужчины должны стоять справа, а женщины слева. Видели, Наталья, конечно, можно, но только все-таки надо соблюдать вот некую дистанцию в храме. Прощаюсь с вами. Время нашей программы. Мне нужен совет и стекло. Я благодарю вас за внимание, за ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их на сайт «Закон Божий». Мы постараемся дать на них ответы. Всего вам самого доброго. Благодать Божия да пребудет со всеми нами. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»!